Это видео посвящается всем политически корректным белым, которые до сих пор имеют глупость верить в то, что белые и черные не отличаются и что мы способны сосуществовать под единым правлением. Когда я размышляю о демографических переменах, которые сегодня происходят в Соединенных Штатах, я вспоминаю о том, что случилось на Гаити чуть более 200 лет тому назад. Гаити был самым процветающим уголком нового света. Остров был карибской жемчужиной, гордостью французской колониальной империи. Сельская местность славилась множеством чудесных особняков, а светская жизнь местных городков не уступала блеску крупных французских городов. Затем Францию поразила мода на демократию, и это безумие передалось многим французам на Гаити. Свободу, равенство и братство решили распространить даже на черных работников на плантациях, которых завезли на Гаити из Африки. Это было политически корректно, а на политкорректности помешалось так много гаитянских французов, что население в целом не сумело сколько-нибудь действенно сопротивляться этому безумию. Они посиживали в своих клубах, салонах и библиотеках, потягивали вино и наблюдали за тем, что стало твориться вокруг, когда черных объявили равными и братьями. Они обсуждали сложившееся положение, но не могли заставить себя что-либо предпринять, пока не началась резня и не стало уже слишком поздно. В итоге все французы, включая женщин и детей, были истреблены, и смерть большинства была столь ужасна, что я не решусь ее описывать. А книги из их библиотек, картины, гобелены и скульптуры из их городских домов и усадеб превратились в безделушки для развлечения черных рабочих с плантацией. Итак, недочеловеки завладели Гаити и некогда богатейший и плодороднейший уголок Нового Света быстро скатился к африканскому запустению и нищете. Построенные французами дороги и города обратились в руины. Французский закон и порядок сменился типичным африканским сочетанием анархии и деспотии. Чуть более столетия спустя, в 1915 году, после того, как остров объяли особенно кровавые беспорядки, на Гаити были введены морские пехотинцы США, чтобы установить в стране некое подобие порядка. Их ввели для того, чтобы обезопасить американских предпринимателей на Гаити. Хотя президент Уилсон заявил американцам, что морскую пехоту посылают, чтобы, дескать, установить на Гаити демократию, морпехи задержались на Гаити на 19 лет. Они не только установили в стране устойчивую власть, но также построили школы и больницы, современную телефонную систему и более тысячи миль мощенных дорог. В общем, мы подарили гаитянам возможность начать с чистого листа. Однако, как только в 1934 году американские морпехи были выведены, гаитяне вернулись к своему обычному образу жизни – безделью, коррупции и вуду. Все, что построили для них американцы, со временем поглотили джунгли. В 1958 году США вновь ввели на Гаити морскую пехоту, на этот раз с целью восстановить экономику и инфраструктуру страны и таким образом уберечь ее от коммунистического влияния. И вновь мы потратили сотни миллионов долларов, восстанавливая то, что гаитяне разрушили, и обучая многие тысячи из них навыкам, необходимым для того, чтобы управлять страной. Но когда мы снова ушли, страна немедленно вернулась к прежнему образу жизни – африканскому. Наконец, в 1994 году мы еще раз повторили ту же глупость под предлогом восстановления на Гаити демократии. Почему до нас не доходит простая истина, что гаитяне не такие, как мы, что они африканцы, они европейцы, что они негры, и что, будучи предоставленные самим себе, они будут жить так, как всегда жили негры – погрязнув праздности, коррупции и черной магии. Передо мной лежит книга о Гаити, написанная британским ученым Гескетом Причардом, которая называется «Там, где черное правит белым» или «Путешествие по Гаити». Причард сочувственно относился к черным и хотел посмотреть, как они станут жить, если белые, познакомив их с цивилизацией, дадут им затем полную свободу поступать, как им вздумается, без всякого контроля со своей стороны. Вот что он пишет о Гаити в первой главе этой книги. «Мировой порядок здесь перевернут, и правят здесь черные. Это один из немногих уголков на планете, где черный цвет кожи возвышает негры и наделяет его преимуществами. Главенствуют здесь чистокровные африканцы, и здесь даже к мулатам и полукровкам всегда относились с неприязнью и варварски истребляли». Конец цитаты. Книга Причарда изобилует подробными наблюдениями и описаниями различных особенностей гаитианской жизни. Он отмечает добродушный и искренний характер этого народа, который, тем не менее, при малейшем раздражении способен совершать леденящие душу звездства. Их официальная религия, которую они унаследовали от своих прежних хозяев, это католицизм. Но истинно народной религией является вуду. Типично африканский культ, основанный на змеепоклонстве. Религия и прочие стороны гаитянской жизни представляют собой причудливое смешение белой формы и черного содержания. Причард пришел к выводу, что гаитяне не видят разницы между подражанием цивилизованности и истинной цивилизованностью. Они верят, что, одеваясь как белые люди, разговаривая на языке белых и копируя обучаи белых, они ни в чем не уступают белым. Кстати, то, что Причард писал о гаитянах, как нельзя лучше характеризует современных черных американцев. Причард завершает книгу главой под названием «Способен ли негр к самостоятельному управлению?» Вот как он отвечает на этот вопрос. Неграм была дана возможность проявить себя. В их полном распоряжении оказался красивейший и плодороднейший Карибский остров. Им в наследство досталась уже обустроенная страна. Это был обширный и процветающий край. А вместе с ним черный человек получил и полную свободу в поисках своего спасения. Минули сто лет испытания. И каких же успехов добился черный человек? Абсолютно никаких. Конец цитаты. Так было столетия назад. И по сути, также обстоят дела сегодня. Несмотря на огромные усилия США, которые трижды за столетие пытались наладить жизнь гаитян. Какое отношение вышесказанное имеет к нам? Причард, живший сто лет назад, был типичным представителем своего класса. Он отправился на Гаити, подробно изложил свои тщательные наблюдения за местной жизнью и сделал из этих наблюдений логические выводы. Но для современного ученого было бы просто немыслимым изложить свои наблюдения так, как это сделал Причард и найти популярное книжное издательство, которое бы опубликовало его выводы. Сегодня вряд ли найдется хотя бы один университетский ученый, который бы посмел откровенно написать о Гаити, потому что в этом случае его бы заклеймили как расиста и исключили из Академии. Вот до чего за столетия докатилась наша цивилизация. У гаитян есть вуду с его причудливыми и отвратительными суевериями и обрядами. А у нас есть культ политической корректности. Этот культ в той же мере основан на предрассудках и настолько же лишен здравомыслия и логики, сколь и гаитянская вуду. И столь же велика власть этого культа над его приверженцами. Пожалуй, скорее гаитянин посмеет оскорбить колдуна вуду и навлечь на себя проклятие, чем современный ученый рискнет заполучить ярлык расистого. Я уверен, что когда наиболее здравомыслящие представители нашего народа наконец восстанут и искоренят культ политкорректности, прольется столько крови, сколько Гаити не видал за всю свою кровавую историю. Чем скорее, тем лучше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok